Добрый день, меня зовут Александр и сегодня я хотел бы рассказать про капельную ленту. А также расскажу о некоторых лайфхаках для капельной ленты, которые позволят сэкономить вам деньги. Поэтому досмотрите видео до конца. Итак, есть два основных типа капельной ленты. Это щелевая лента и это эмиттерная лента. Эмиттерная капельная лента представляет собой полиэтиленовую ленту, в которую впаим эмиттер. В эмиттере находится лабиринт, через который проходит вода и начинает капать непосредственно с отверстия. Вот, это один из видов капельных лент. И, соответственно, минус эмиттерной ленты в том, что она довольно-таки чувствительна к загрязнению. Если у нас попадаются крупные частицы пыли, грязи, то эмиттер начинает забиваться. Довольно-таки сложно потом прочистить. Ну и, соответственно, плюс эмиттерной ленты это в том, что она значительно более компенсированная. То есть, к примеру, на участках 100 метров она довольно-таки хорошо будет держать давление, что в начале, в то и в конце. То есть, практически не отличаться по водовыходу. За счет того, что более мелкий лабиринт он лучше компенсирует по длине. Ну и по поводу ленты, основными элементами, которые используются для подключения лент, это идет стартер. С одной стороны он ставится в трубу, сверлится отверстие, вставляется. Ну и далее подключается лента, зажимается. Желательно максимально прикрутить. И вот мы получаем зафиксированный элемент. То есть, если нам надо соединить ленту, то есть так же само ремонтник или соединитель. То есть, соединительная муфта фиксируется с одной стороны, вставляется. Главное, что лента, которую мы одеваем, она зашла за конус. И когда мы закручивали, при закручивании гайка не выталкивала. Чтобы она хорошо зафиксировалась. Подергали, то есть, оно все нормально держится. То есть, если оно плохо держится, давление сразу вырвет это все. Ну и далее, если нам надо в конце заглушиться, то есть, мы делаем такую заглушечку. Вставили, закрутили. И вот получили. Вот как бы основная связка. Место ремонтника можно поставить проходной краник есть. Ну и, соответственно, место стартера можно так же само подключить кран-стартер. Так же само он надевается на конус. Максимально садим его, держим и закручиваем. Таким образом мы хорошо фиксируем его. Существует несколько типов крепежа самого фитинга к трубе. То есть, первый вариант это идет фиксация с поджимом. То есть, сверлится отверстие на 7,5-8 миллиметров. Потом отверстие прогревается. И когда мы вставили внутрь, мы поджимом поджимаем так, чтобы конус уперся внутри, изнутри трубы в стеночку. И, соответственно, мы довольно плотно поджимаем. Второй вариант идет через резиночку-уплотнитель. То есть, сверлится отверстие на 14,5 миллиметров. Вставляется уплотнитель. И через него уже вставляется элемент. То есть, тоже довольно плотное соединение. Плюсы и минусы. То есть, фитинги с поджимом. Позволяют фиксироваться в трубу 20 миллиметров диаметром. 25-32. То есть, с резиночкой. Поскольку отверстие диаметром 14,5 миллиметров. Мы практически сносим пол стеночки трубы. То есть, она нормально крепится уже только для трубы. С минимальным диаметром это 25 миллиметров. Ну, а нормально в 32-ю, в 40-ю трубу с резиночкой. Ну, а далее, кому какие фитинги нравятся. То есть, с резиночкой довольно плотно садиться. А с поджимом можно периодически подтягивать. То есть, если у нас разболтался фитинг. Мы подкрутили гаечку. И таким образом улучшили поджим. Какие бывают проблемы с краниками? То есть, с краниками чаще всего бывает именно с барашком. Первое, это он не закрывает. А второе, когда мы включили, из-под барашка течет вода. Вот. Что рекомендую сделать? Снять, вытащить барашек. Довольно иногда легко. Иногда сложно вытягиваются. Вот мы вытащили барашек. Бывают какие проблемы? Вот эта резиночка соскальзывает со своего места. Или перекручена. Или плохо посажена. И из-за этой резиночки начинает сифонить через сам барашек. Или с этими резиночками тоже бывают проблемы. Они либо выскакивают, либо еще что-то. Либо плохо посажены. То есть, поэтому можно, в принципе, вытащить барашек. Посмотреть на резиночки. Если видите, что она выскочила. То есть, обратно поставили. В самых дешевых краниках эта проблема периодически сталкивается. То есть, грубо говоря, каждый там пятый, шестой краник. С ним может быть какая-то вот такая, так сказать, неудача. С более хорошими качественными краниками, то там на порядок меньше вероятность того, что он будет плохо работать. То есть, резиночки хорошо подогнаны. То есть, он открывается, закрывается. Барашек не проскакивает. Поэтому тоже надо смотреть на качество краников. Вот, в принципе, мы поставили обратно. Вроде он работает. То есть, отпустить давление, проверить, держит он или не держит давление. Пару маленьких секретов по поводу того, как можно делать систему полива. Первое. Это можно уйти от заглушек в концевой части. Берется следующее. Отрезается кончик. Вот эта лента скручивается в 2-3 раза. Чуть-чуть сгибается. И потом мы одеваем, получаем заглушку. Она практически ничего не стоит. И будет работать. Что бывает в таком варианте? Это постоянно под давлением. И если намокает вот этот кусочек отрезанной ленты, то она может просто соскользнуть. Вот, по чуть-чуть. И потом она сама раскрывается. Такое бывает редко, но случается. Вот. То есть, вот это можно заменить, вот эту заглушку. Единственное, что тут удобно, это точно она не выстрелит. Потому что мы зажали. И второе кольцо позволяет зафиксировать, чтобы лента не гуляла по участку. То есть, зафиксировали, натянули и все. Она стоит на своем месте. У нас капельнички должны находиться вверху. Если мы их перевернем, то первое, мы не видим, как работает капельничка, как она капает. И второе, растения будут стремиться попасть в капельничку. Поскольку тут влага есть, то есть, и это источник влаги, то первым делом корневая система начинает сюда проникать. И еще существует несколько типов укладки. То есть, часто спрашивают, что лучше, укладывать непосредственно на землю или закапывать ленту. Лента укладывается под землю, в том случае, чтобы ее спрятать. И она не может укладываться непосредственно в грунт, потому что капельницы довольно быстро забьются. Обычно это делается следующим образом. Это раскладывается агроволокно снизу, укладывается лента, и потом укладывается агроволокно сверху. И потом только зарывается. Для чего это делается? Чтобы ни корневая система, ни пыль не попадали непосредственно на капельную ленту. А вода, которая будет сочиться с этой капельнички, она будет спокойно проходить через агроволокно, ну и насыщать грунт. С вами был Александр и компания Экотек. Хороших вам урожаях. Живите в гармонии с природой и в ритме прогресса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова